Здравствуйте, с вами личные финансы, передача о грамотных инвестициях. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте. И сегодня хочется, как обычно, впрочем, обсудить последние новости. Одна из последних таких нашумевших историй – это происшествие с мужчиной, который каким-то образом торговал на бирже и остался должен своему брокеру огромную сумму денег. Хотя, казалось бы, он мог и что-то выиграть. Как это произошло и возможно ли такое на бирже? Прежде всего, хочу сказать, что здесь две основные причины. Это неопытность данного трейдера, назовем его так, он действительно трейдер, потому что очень много сделок совершал. Во-вторых, техническая возможность совершить эти глупости со стороны брокера. Вот эти две причины сложились, скажем, в неудачный момент времени и привели к тому, что человек сформировал не просто убыток, а вошел в минус и сформировал огромный долг перед своим брокером. И этот долг получился благодаря тому, что он накопил большую брокерскую комиссию. То есть, он не убыток получил по рынку, потому что там он купил что-то не то и продал там не то, а именно благодаря, в кавычках, конечно, огромному количеству сделок, он сформировал такой объем этих самых сделок, что за эти сделки возник долг, который нужно возместить брокеру прежде всего. Там было использовано большое кредитное плечо. Этот фактор умножился тем моментом, что трейдер почувствовал себя умнее других, скажем так, и совершил действия. Скажем так, они очень напоминают такие неуверенные шаги ребенка по, я не знаю, освоению какого-то сложного прибора, когда ему кажется, что все просто, а на самом деле все намного сложнее. Я можно попробую простым языком объяснить. Насколько я понял, трейдер пытался заработать на какой-то минимальной разнице. То есть, условно, покупал за 80 рублей доллар, продавал его за 80 рублей одну копейку. А комиссия, соответственно, была больше, плюс еще процент за использование плеча. Да, да, да. То есть, на бирже есть контракт today и tomorrow, сегодняшний контракт и завтрашний контракт на доллар. Цена как раз между этими контрактами отличается 20 копеек. Да, буквально. И, соответственно, у него была техническая возможность продавать один и покупать другой и пытаться эту разницу поймать. Хотя, фактически, этого делать нельзя, это глупо и это не работает. Казанский трейдер Денис Громов начал торговать со счетом 5,5 миллионов рублей. За несколько часов он провел более 5000 сделок по покупке и продаже валюты на 42 миллиарда рублей с помощью кредитного плеча. По какой-то причине он был уверен в том, что выходит в плюс и зарабатывает большие деньги. Однако, в результате торгов он потерял 15 миллионов рублей и остался должен банку почти 10 миллионов. А как бы на месте брокера поступила компания «Финам», вот когда видит, что человек делает неправильно явно и явно он проигрывает? Начну с того, что вообще, в принципе, таких действий клиент не мог бы совершить изначально. То есть программа эта заложена, что это невозможно. Но в дальнейшем, действительно, в ручном режиме происходит взаимодействие. То есть обращается к клиенту риск-менеджер. В общем-то, у того брокера так и случилось. Обращение к клиенту было, но оно было, наверное, чуть-чуть запоздавшим. Здесь говорить о том, вовремя это или нет, я бы не стал. Все-таки основной момент – это изначальная настройка торговой системы таким образом, чтобы подобные, ну, казусные, скажем так, даже операции не были возможны. Если и были случаи, когда клиент уходил в какой-то минус, но этот минус, конечно же, был значительно меньше, то это случаи были исключительно рыночного характера. Когда человек с большим плечом заходил в какие-то рискованные инструменты типа фьючерсов, а потом после какого-то перерыва торги открывались с большим ценовым разрывом в противоположную сторону, с гэпом. То есть, ну, автоматически сделка закрывалась с убытком. Ну, условно, в выходные что-то плохое произошло для рынка, да, и в понедельник уже начинали торговать гораздо меньше суммы. Клиент сам реально рисковал, входя в рискованную сделку с большим количеством заемных денег. Ну, здесь все понятно. Там никакой брокер не спасет. Но здесь в течение дня сделки происходили, на рынке спокойном причем, поэтому ситуация немножко другая. Я хочу сказать зрителям, что вот этот факт, он ни в коем случае не говорит о том, что там биржа, это рискованно, да, и ни в коем случае ее использовать нельзя. Он говорит лишь о том, что, ну, нельзя думать, что вы лучше всех, и всех готовы, и можете всех перехитрить. И что все участники рынка, профессиональные участники рынка, ну, скажем, не продумали свою систему. Этого нет. На рынок нужно приходить, я думаю, с благими намерениями прежде всего, чтобы хотеть заработать для себя и не пытаясь кого-то обмануть. Ну, то есть, если кажется что-то, какая-то вещь очень простой, элементарной, лучше обратиться все-таки к своему менеджеру, да, и спросить, так это или нет. Да, безусловно, именно так. И к другим темам, договоренности на рынке нефти. Вот, прошла новость о том, что Россия, Катар, Саудовская Аравия и Венесуэла хотят зафиксировать свою норму добычи. Ну, что могу сказать, насколько я знаю, за всю историю впервые Россия договорилась с какими-то крупными экспортерами. Особенность Саудовская Аравия. Да, конечно. Сам факт договоренности, это как бы такой позитивный сигнал. Вот, другое дело, что эффект вряд ли будет столь положительным, каким мы его хотели бы увидеть, поскольку тот объем, который ныне фиксируют, он очень высокий. То есть, если бы мы фиксировали низкий объем добычи, то это как бы было одно дело. Но сейчас объем очень высок, никто его не снижал до сих пор. И он излишен. Поэтому данная договоренность говорит лишь о том, что мы не будем увеличивать этот объем. Ну, увеличивать на самом деле некуда при нынешних ценах. Ну, данная договоренность, я так понимаю, это просто попытка сохранения доли рынка у каждого из членов этой четверки. Чтобы сохранить долю рынка, надо на самом деле наращивать объем добычи. И тем самым увеличивать количество покупателей вашего товара. Пусть цена будет низкая, но покупатели будут. Здесь шаг как раз таки для все-таки стабилизации цены. Для того, чтобы цена перестала падать, а может быть даже начала расти. Для чего замораживать количество добываемой нефти? Предполагается, что это позволит сократить добычу нефти во всем мире. Тем самым цены на черное золото вырастут, либо зафиксируются на определенном уровне. Если несколько стран сумели об этом договориться, то министры нефти Ирана, Ирака, Венесуэлы и Катара пока не смогли прийти к соглашению о заморозке добычи нефти. Эти государства подают сигнал прочим участникам рынка, что, наверное, стоит призадуматься и совершить аналогичные шаги. Есть информация, определенные сведения, что даже Саудовская Аравия, где себестоимость одного барреля 4 доллара всего лишь, уже испытывает очень серьезные волнения, потрясения. И что если ситуация сохранится, данное государство может вообще испытать серьезные события какие-то. То есть задумались об этом поставщики нефти, и это такой условно-позитивный сигнал. Я не считаю, что в ближайшем будущем будет разворот цены. Но умение договориться – это всегда хорошо, это настраивает хотя бы на позитивный лад. Ну, насколько я понимаю, здесь скажется на том, что цена хотя бы зафиксируется, если остальные тоже присоединятся к этой договоренности. Верно, верно. С рынка так или иначе уже уходят те, у кого себестоимость очень высокая. Та же самая сланцевая нефть, которая в последние годы о себе активно заявляла. Ну и традиционные нефтедобытчики, конечно, работу свою продолжат. Сейчас главное, чтобы они эту добычу не наращивали. Действительно, нужно каким-то образом влиять на стоимость. Потому что если правы те, кто считает, что нефтяной век закончен, то надо хотя бы какой-то переходный период все-таки получить, чтобы это все не резко происходило. Иначе мы получим какие-то страшные потрясения в мировом масштабе. А как фиксация цены на нефть, кажется, на цене доллара? Остановится она или будет расти? Или будет все-таки постепенно снижаться? В силу того, что экономика потихоньку-потихоньку выходит из кризиса? Если мы будем иметь большую уверенность в фиксации нефтяных цен, то наверняка волатильность валюты ослаблен. То есть каких-то панических скачков, наверное, мы не увидим, потому что действительно будем понимать, что так называемый базовый актив, нефть, находится на месте. Но укреплений я опять-таки на перспективу 2016 года пока не вижу. Спасибо большое. Давайте узнаем у нашего конституционного управляющего Максима, как дела с нашими портфелями на 200 тысяч рублей и на 1 миллион рублей. Здравствуйте. Продолжаем вести наши два портфеля. За предыдущую неделю в нашем большом портфеле изменились позиции по валюте. Мы закрыли позиции по доллару. Сейчас у нас находится очень небольшой шорт. А золото продолжаем держать. Золото не так давно обновило свои локальные максимумы. Сейчас находится на коррекции. Что касается маленького портфеля, валюта пока краткосрочно пилит. Нету четкого пока тренда. Мы находимся в шорте. Итого наш большой портфель оценивается в 1 миллион 269 тысяч 665 рублей. Наш маленький портфель оценивается в 207 тысяч 716 рублей. На этом все. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok